Проезжая часть или тротуар. Покупателям продуктовых магазинов по Эгерскому бульвару приходится в прямом смысле слова делить дорогу с машинами. Автомобилисты здесь не только паркуются, но и передвигаются с явно превышенной скоростью. За кем приоритет? На одном из чебоксарских форумов разгорелись споры. Интернет-пользователей взбудоражил недавний случай. Житель Чебоксару входа в магазин чуть не стал жертвой аварии. Дорогим внедорожником управляла дама. Очевидцы утверждают, что она забыла не только о правилах дорожного движения, но и об элементарной культуре. Дмитрий Ковалев подробнее. В большом городе пешеходы рискуют оказаться под колесами машин и на тротуаре. Даже при наличии свободных парковочных мест некоторые водители так и норовят оставить свое авто прямо у входа в магазин. А кто-то готов превратить эту зону и проезжую часть. Искать пути обхода пешеходам здесь приходится всегда. Неподалеку торговые ряды и магазины вокруг прогуливаются пенсионеры, мамы и маленькие дети. Но несмотря ни на что, некоторые водители по этому тротуару готовы передвигаться как по проезжей части. Владелец этой «Волги» буквально промчался мимо нашей камеры. Таким поведением автомобилистов возмущаются многие жители, причем не только пешеходы. Некоторые водители готовы оставлять свою машину прямо у входа в магазин. Эти кадры удалось снять местному жителю Евгению Раськину. Внедорожник с крутыми номерами едет на встречу пешеходам. Очевидцы говорят, что автоледи не остановили и бордюры. На замечание женщина отреагировала довольно эмоционально. На мой вопрос, почему она здесь разъезжает, она ответила, я там, где я езжу, мне можно все. Где хочу, там и езжу. После такого разговора спускать все на тормоза чебоксарец не стал, а написал заявление в ГИБДД. Меня вызвали туда и разъяснили, что здесь не пешеходная зона, здесь разгрузочная часть. В госавтоинспекции факты проверили. Владелицу машины допросили. Выяснилось, что женщина и вовсе занималась благотворительностью. В салон она умудрилась погрузить шесть мешков с продуктами. Они с мужем оказывали благотворительность для Аллатрского монастыря. Было очень много вещей, продуктов, около шести мешков продуктов. На себе они унести все это не могли. И поэтому они с позволения даже представителей магазина подъехали непосредственно к магазину, загрузились, после чего, обеспечивая безопасное дорожное движение, они оттуда уехали. Хотя очевидцы уверяют, что салон авто был абсолютно пуст. Но в итоге женщину признали невиновной. Заезжать на этот тротуар машинам позволяют. Но только для того, чтобы разгрузить или погрузить товар. Правда, и в таком случае водители обязаны уступать пешеходам, а не создавать им преград. Медриковалев и Николай Яковлев. Республика.